Сотни волокжан в карнавальных костюмах и ощущение волшебства под звуки ретро-музыки. В культурно-досуговом центре заботы прошел новогодний бал «Маскарад». Участники долго готовились, чтобы создать настроение и представить на суд жюри свои наряды. О самых интересных моментах бала расскажем в нашем следующем сюжете. Вот это дед, а вот это баба-яга, внучка баба-яга. Какая вам баба-яга? Свои среди своих, а потому о стеснении не может быть и речи. Посетители центра заботы золотой возраст называют не иначе, как богатством. Не боятся и над собой посмеяться, и детство вспомнить. Я петушок, золотой гребешок, масляная головушка, шелково-бородушка. Я рано встаю в гареме всех бужу, и пеструшек, и хохлушек, и маленьких ребятушек. Новогодний бал «Маскарад» – финал целой карусели декабрьских предпраздничных мероприятий в центре забота. Выставки, концерты, музыкальные встречи. А сам бал – это уже добрая традиция. В четвертый раз участники шьют костюмы, по несколько месяцев продумывают свой образ до мелочей, чтобы удивить всех, и поучаствовать в конкурсе на лучший карнавальный наряд. По итогам прошлого года у нас были трудности. Было очень сложно определить, какой костюм лучше. Каждый по-своему хорош. Поэтому в этом году мы сделали номинации. Допустим, костюм по экологии. Этот же год, 2017, объявлен годом экологии. Поэтому природа, костюм из серии «Природа». Людмила Борисовна решила соответствовать. У нее самый, что ни на есть, экологичный костюм. Рукодельницы центра сделали для руководителя платье и шпагата в технике «Филигрань». Все, что осталось от подвязки овощей в огороде, пошло на наряд, шутят мастера. Дачная тема вообще у заботы в фаворе. У меня костюм «Тыковка». Мне нравится тыкву выращивать. Тыкву выращиваю, тыковку люблю кушать. Для многих мотивы маскарадного костюма навеяны летним путешествием. В этом году съездили на юг и попали в Севастополь, в Крым. Ну и не могли удержаться, чтобы не создать такой образ. Он немножко, может быть, не точный, но от души. От души старался каждый. Хозяйка Медной горы, царевна Лягушка, снежная королева, десяток символов 2017 года разноцветных петушков. Бал заботы – яркий пример для молодежи, как можно самим, говоря модным языком, создавать позитив. Я смотрю, какое у вас веселое настроение. Вы сегодня общаетесь, улыбаетесь. Уважаемые друзья, огромное вам спасибо, что вы нас поддерживаете, нас, эту городскую власть. Огромное спасибо, что вы нас заряжаете энергией, направляете нас. Иногда журите нас. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Мы не журим, а подсказываю. Спасибо. Как символ позитива и добра участники бала подарили городской администрации символ года, сделанный своими руками из шерсти. Друг друга с Новым годом активисты пока не поздравляют, ведь новогоднюю ночь они встретят вместе. В Доме офицеров соберутся около сотни участников одной большой дружной семьи «Забота». Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Волода Портал.